Здравствуйте! Здравствуйте, мои хорошие! Спасибо, что снова пришли ко мне в гости. Жуй и будешь худеть на 20 килограммов в месяц. Именно это обещают продавцы новинки. Жвачки для похудения. Но многие, испробовав этот метод, остались недовольны. А некоторые едва не оказались на больничной койке. Наши эксперты Светлана Фус и Тарас Шпира разберутся во всем прямо сейчас. Здравствуйте, мои хорошие! Здравствуйте! Жуй и худей. Но мне что-то не верится, что с помощью обычной жвачки можно каким-то образом похудеть. Мы наблюдали за людьми, которые худели при помощи жвачки для похудения. И были удивлены результатами. Участники чуть не заработали проблемы, в результате чего они могли оказаться просто на операционном столе. Или приобрести проблемы, которые потом бы решали всю жизнь. Это ужасно. Принцип жвачки для похудения мы разберем подробнее. И узнаем всю правду о том, действует она или нет. В интернете, на какой сайт не зайдешь, новости почитать, погоду посмотреть, везде появляется реклама жвачки, которая якобы поможет похудеть. Кроме того, жена моего друга купилась на рекламу, но похудеть ей так и не удалось. Но и множество негативных отзывов нам встречалось в интернете, поэтому не отреагировать на эту ситуацию мы не могли. Вот одна из жвачек, которая предлагается на сегодняшний день на рынке. Я вам покажу, как выглядит одна из них. Вот, пожалуйста. Да, очень похоже на обыкновенное сладкое драже. В такой же форме выпускаются многие жевательные резинки. Такие жвачки стоят от 269 гривен. Да. Есть и за 347 гривен жвачки. Очень интересный такой момент. Я на сайте, вот как не зайду, так постоянно акция у них. Осталось 2 часа по суперцене, так 700 стоило, а тут вы заходите, и вот вам 300 с лишним гривен умопомрачительная скидка. И каждый день заходишь, и 2 часа до конца акции. Хоть 700, хоть 240, все равно для жвачки это очень дорого. Но я все-таки рискну попробовать эту жвачку, что с ней такого удивительного, что она таких денег стоит. Передавай, пожалуйста. Надя, я тебе рекомендую попробовать просто, если такое любопытство большое, но, пожалуйста, дальше все. Ты думаешь, что может быть опасно? Неизвестно вообще, что в этой жвачке находится. Только ради вас. Сегодня Надя идет на серьезный риск. Жует жвачку. Обычная мятная жвачка. Но мне кажется, если жвачка заявлена как действительно действующее средство для похудения, значит, в ней должно содержаться что-то, что отличает ее от обычной жвачки. Но по вкусу это обычная мятная жвачка. Как нужно использовать эту жвачку для похудения, чтобы добиться желаемого результата? Того, который, кстати, производители и продавцы обещают. Во-первых, продавцы рекомендуют жевать ее за час до еды или через два часа после еды. Так. Пять-десять минут надо проживать эту жвачку. Практически получается натощак. Живание натощак может иметь достаточно серьезные последствия для организма. Мы нашли людей, которые хотели похудеть с помощью жвачки для похудения. И сейчас предлагаю с ними познакомиться. Внимание на экран. Чтобы проверить, если способна жвачка для похудения подарить идеальные формы, мы поспостерегаем за трьми людьми, которые зацикавились этим методом похудения. Мы не смогли их отменить от использования жвачки, поэтому умовили на то, что будем следовать за станом их здоровья. Домогосподарка Олена выховывает двух школяров. У женщины постоянно обмель часу, поэтому она харчуется нерегулярно. Не есть майже весь день, а потом за раз едает четвертинку хлеба и целую плитку шоколаду. Поэтому и весит 93,5 килограмма. Причина в хлебе, в шоколаде, это до сих пор остается самой любимой моей едой. Старший сын, конечно, очень противник моей полноты. Он просто любит красивых худых женщин. Я ему когда-то сказала, не ешь на ночь булочку, потому что ты будешь толстым. И он мне ответил, посмотри на себя, ты очень толстый, тебе нужно похудеть. Это очень некрасиво и плохо. Муж часто говорит, что нужно похудеть. Женщина должна быть худой. Для него это показатель положительности, прекрасной жизни. Это значит, что все хорошо. Ну, я обиделась, но он, правда, потом извинялся, я не это хотела сказать. Но что уже было, то было, да. Очень тяжело. И, ну, все уже не так. Наступная участница Жанна сама виховывает доньку. Женце доводится багато працювати, аби дати дитине вищу освіту. Протягом дня можливостей повноцінно поїсти немає. Тож, коли ввечері вона повертається додому, то, звісно ж, переїдає. Через нерегулярное харчування її вага сягає 95 кг. Цифра 95 вселяє в мене жуткий ужас і паніку. За останні три роки я набрала 15-18 кг надлишкової ваги. Якщо зменшиться вага, я зможу купувати собі ті речі. З'явиться та впевненість, якої зараз мені так бракує, то я думаю, що в мене є всі шанси на щастя в особистому житті. І, звісно ж, це буде для моєї здоров'я тільки плюс, тому що починає серце боліти, задишка вже починає бути. Вага Христини сягає 123 кг. Ще вісім років тому вона була стрункою та підтягнутою дівчиною, займалася танцями та мріяла про власну хореографічну студію. Але нещасний випадок зруйнував мрії не тільки про сцену, а й про власних дітей. На території школи чисто случайно в мене попала пуля від мематичного пістолета, вона застряла в щеке, мене поскоро ввезли в больницу. Я там знаходилась місяць, її не могли достати. У мене було багато антибиотиків, нескільки общих наркозів. На протяжі місяця я в больниці вже набрала 15 кг. У мене вже семейна життя, я дуже хочу діток. І муж мене дуже хоче. Ми год стараємося, а пока не виходить. Більшой вес мешає забеременеть. А уйдеш, говорю, якщо не змогу забеременеться? Все-таки надеюсь, що похудею і смогу сама родити двойню. Першні жінки почнуть вживати жуйку, ми вмовили їх пройти медичне обстеження. Ніяких противопоказань для використання жвачки для похудения я не вижу. Ми не знаємо, як жуйка може вплинути на організм людини. Тому поки жінки її жуватимуть, ми будемо спостерігати за станом їхнього здоров'я і переверятимемо у лікарні щотижня. Згідно обіцянок продавців, за допомогою жуйки можна схуднути на 10 кг впродовж місяця, без виснажливих тренувань та дієт. А перші результати мають бути помітними вже через 5 днів. Як доказ, на сайті розміщено приклади людей, які скинули в такий спосіб 11 кг за 3 тижні. Тож жінки сподіваються за 2 тижні позбутись від 5 до 10 заявих кг. Чи вдасться? Результати дізнаєтесь зовсім скоро! Желання понятне. За 2 тижні избавитися від 10 кг, по мнению производителя этой жвачки для похудения, це вполне возможно. А ми увидим, суміли ли девушці добитися желаємого результата. Євні обіцяне, і з кожним із обіцяний дуже хочеться розібратися. Обіцяне перве, друзі. Сниження аппетита. А як жвачка може снизити аппетит? Для мене це загадка. Само механіческе жвання не допомагає снизити аппетит, а наоборот усіливає його. Обична жвачка, яку я время от времени употребляю, то я, коли її жую, вдруг у мене думається, що б пожевати, кроме жвачки. Тобто, мені кажучи, аппетит, она розжигає. Ми уточнили у продавців, яков механізм, по їх мнению, сниження аппетита с помощью жвачки. Давайте послушаем. Здравствуйте. Я нашла інформацію о вашому продукте, о жвачці для похудення. І хотіла проконсультироватися, тому що я вже багато всього перепробувала і не знаю, поможуть мені похудеть чи нет. Могли би розповідати, як снижає аппетит жвачка? В составі йде худиагардані, це екстракт коктусу. Целенаправленно действують на аппетит. Йде йде импульс в головний мозг, он в насыщений организма. Со слюною попадає в кровь, быстро всасывается, і вам на какой-то период не хочеться кушати. Получить насчет жевательних движень я насыщаюсь, да? Да, да, да. Света, це правда? Продавці жвачки кажуть о психологічній необхідністі занять чимось рот для того, щоб не хотілося кушати. Ти жуєш, у тебе челюсти роботають, і якби ти щось поживала, вроде би обманула організм, але насправді що відбувається? Давайте посмотрим, подтвердилося ли це обіцяне в ході того, як наші дівшки живали ці жвачки. Ми зафіксували розмір звичної порції Олени, Жанни та Христини, та попросили їх самим робити це і надалі. Адже, згідно рекламні обіцянці, вони мають почати менше їсти. Перевіряємо результат через п'ять днів. Отже, рекламна обіцянка про зниження апетиту не підтвердилась. Апетит не снизився, і, відповідно, кушаємо добре, я думаю, що і навіть більше, ніж було до того, як. Тому що розслабілись, думаємо, що все нам поможе. Так що це обіцяне не сработало, так виходить. Сниження апетита, да, у наших добровольців, оно не відбувало. Порції не уменьшені. Количество їды і качество їды не змінилося. Просто живання жвачки не дають никакого результата. Громке обіцяне снизити апетит для них лопнуло вместе со жвачным пузырям. Надя, я попрошу тебя, лопни це обіцяне первое. Ох, нічого себе. Ай, якщо б наш апетит так лопался. В результате имеем истощення організма. Коли регулярно використовується цей психологічний обмам, ми заміняємо їду процесом живання. Йода не поступає. Со временем нарушається аналіз того, голодним і неголодним. І ви можете в результаті длительного живання потерять апетит. Естественно, ви будете думати, що це нормально не хотити їсть. А на самом деле ваш организм перестає посылати вам сигналы, здоровые сигналы чувства голода. К сожалению, многие девушки в погоне за стройной фигурой или их представлением о стройной фигуре доводят себя до полного истощения. Им ставят даже диагноз анорексія. Ми об этом неоднократно говорили. І це жасно не тільки в ній, але прежде всього з точки зрення здоров'я. Знаєш, я делаю вивод, що не зря нам в детстве говорили. Нельзя жевать жвачку на голодний желудок. Це точно. Я предлагаю перейти к обіцяню номер два. Це нормалізація уровня сахара в крові. А как похудення связано с уровнем сахара в крові, Свет? Предположим, ми выпили сладкий чай, съели к этому пирожне сладкое. Поступило количество глюкозы очень большое. І організм для того, щоб выровняти уровень глюкозы в крові, він виробляє інсулин, який опускає уровень глюкозы. Якщо сладкого поступає слишком много, це може приводити до того, що глюкоза починає запасаться, попадати в клетки і не реалізовуватися як енергія. А це, естественно, набор веса. Ісходя із цього, якщо жвачка, согласно обіцяням производителей, нормалізують уровень сахара в крові, значить, вона може способствувати нормалізації і веса. Тобто лишній кілограм і просто не буде набиратися, так? Когда мы увидели подобное обіцяня на сайте, мы захотели проверить, проконсультировавшись с експертами, врачами-эндокринологами, мы узнали очень интересную информацию. Давайте посмотрим. Я узнайомився з даною жувальною гумкою, один з компонентів, якої нормалізує вміст глюкози у крові. На даний момент в Україні серед офіційних компонентів, офіційних препаратів немає такого, щоб застосовувалося для пацієнтів, хворих на цукровий діабет. В принципі, у людей, які не хворіють цукровим діабетом, це не має ніякого принципового значення, тому що гормональні механізми підтримують баланс глюкози в межах нормы. А для пацієнтів, які хворіють цукровим діабетом, це занадто серйозна проблема, що можна було так легко вирішити за допомогою жувальної гумки. Получається, що обіцяне обман. Для людей здорових – бесполезне заняття. Наші журналисты решили узнать, що имели в виду продавці одной із таких жвачек, указывая данне обіцяне на своєм сайте. Ми позвонили, і послушайте, що ми услышали. Написали, що нормалізують рівень сахару. У мене просто повищений сахар, і з-за цього я не можу скинути. Оно не поможуть понизити рівень сахару в крові. Це не лікарство, яке понизить рівень сахару. Тобто на сахар никак не влияє? Да, да, да. А просто написано тут, що влияє? Ну, да. Понимаєте, можна багато чого написати. Так тут же на вашем сайте ж написано це. Ну, конечно, написано це, як реклама. А, то есть це неправда? Можна сказати, що це неправда. Вот це да! Так на сайте написано. Ну, мало ли що написано. Мало ли що написано. Мало ли що написано. Є є один нюанс, який дозволяє продавцям спекулировать вот этим качеством, да, этой жвачки. Дело в тому, що жвачки, в принципі, содержат искусственные сахарозаменители. Це не глюкоза. Це замінители сахара. Вони не повишають уровень інсулина. Це, конечно, хорошо, що жвачка не содержит глюкозу, але поживав, уровень глюкозы не поднялся, не опустився. Але, секундочку, сахарозаменители не настільки дорогі, щоб в результаті жвачка могла стоить по 300 гривень. І якщо це єдинственный эффект, то я не готова платити такі гривень. Получається, що громке обещання производителей подобних жвачек нормалізувати уровень сахара не підтвердилось. І цей пузырь теж должен лопнути? Обязательно. Ох! А результат переедання. Але це якраз то, з чим пытаються бороться потенціальний покупатель цього продукта. Коли ми починаємо жувати, відбувається стимуляція виріпичеварительних соків. Ми продовжуємо жувати. Сок продовжується далі. І для того, щоб нейтралізувати действиєю цього жовудочного сока, кількість її може дуже сильно збільшитися. І тому, естественно, що ми зможемо сьогодні більше еді, ніж при нормальному питанні. Ми сьогодні обратимо внимание на те продукти, які нам допомогуть і нормалізувати уровень глюкозы в крові, і утолити чувство голода, і улучшити процеси метаболізму в організмі. І ще одне обіщання, котре указують продовці, це улучшення метаболізму. К яким образом жвачка може повлияти на метаболізм? Це то, на чому спекулирують дуже багато. Тому що на самом деле, при нормальному обмені веществ, організм совершенно спокійно утилизує лишні жири, глюкозу. При нормальному обмені веществ, людина ніколи не поправиться. А вот продовці имеють своє мнення по цьому поводу. Давайте узнаемо. Улучшається ще обмен веществ написано. Кроме того, що я похудею, ще у мене метаболізм улучшиться. Це всі живателі резинки, такий аффект віне є. Любая. Це не нова. Ви просто її жовете в любое время, коли вам хочеться кушати. Там всі ціка сустав, хуку, гігаттаня, все остальное. Щоб избежати перекусів. В нашому обмені веществ – жвачка. Якщо ми перекусили нормальним кількістем її, у нас апетіт снизиться. І, звісно, ми вже наступний прийом пищі не будемо так сильно голодні і не будемо переїдати. Згідно рекламні обіцяції, гумка для схуднення має покращити обмін речовин. Тому перед початком спостережень ми зважили жінок на вагах-аналізаторах. Цей прилад вимірює співвідношення в місту води, жирової та ам'язової тканини в організмі людини. Якщо у жінок покращиться обмін речовин, жирова частка має зменшитися. Подивимось на результат. Якими ж були наші здивування, коли жирова частка та інші показники за тиждень не змінилися. Незважаючи на те, що позитивного результату немає, жінки хотіли продовжити вживання гумки. Проте ми, як і обіцяли, провели повторне медичне обстеження. Те, що ми дізналися, нас просто шокувало. Уже навіть через неділю після початку вживання жвачки, у 1-й – це ухудшення состояния поджелудочной желези, у 2-й – реальна угроза развития язвы і ерозії желудка. Наприклад, якщо язва начнёт кровоточить, це буде кровотечення, і це смертельно опасне послідство. А у 3-й – із-за спазмів жовчеводячих путей є угроза развития холецистита або камінь жовчного пузыря. Настаиваю на консультации спеціаліста перед тим, як ви покупаєте сиропи, жвачки, таблетки для похудення. Такого ніхто не очікував. Женна, Олена та Христина вирішили повністю відмовитися від жуйки для схуднення. Я не очікувала таких змін в своєму організму. Я була налажтована, звісно, на позитивний результат, що в мене все добре. Порушення травлення було незначне. Але я цьому не придала такого значення. Звісно, я розстроена, розчарована. Ми зробили це обслідування і знали, що все-таки внутрі організму у мене зробили нарушення, і дуже нехороші. Вони дуже огорчили мене. Вот це да! Я не ожидала, що именно так будуть розвиватися события. Да, большого эффекта, як я вже поняла, в какой-то момент ждати не стоїть. Але щоб це превратилося в угрозу для здоров'я, я думаю, що ні одна із девушек к этому не була готова. Громке обіцяне улучшити метаболізм, як і все остальні обіцяне, лопнули. Наконец-то я можу лопнути це обіцяне. Я вам так скажу. Чем пожевать жвачку, в момент, коли ви голодні, съєште колбаси. Тарас, не пытайся быть диетологом. Итак, ще одне обіцяне. Лопнуло. Ой-йо! О-о-о-о! Какой тут длинний список! Ой-йо-йо-йо-йо! Гастрит, язвенна болезнь, воспалення жовчного пузыря, панкреатит. Елена, Жанна і Кристина пострадали так сильно, всего за 5 днів. Я дуже надеюсь, що все девушки последовали совету доктора і відказалися от дальнішого использування этой жвачки. І, тим не мене, возвращаясь к этому списку, хотілося б уточнить, яким образом употреблення жвачки може привести к подобным последствиям. Сейчас ми в этом разберемся. У нас вот такой макет желудка, который повторяет його форму, но більше по размерам. Света, желудок человека в среднем, ну, Тараса или мой, какой по размеру по сравнению с этим? Ну, вот, сложи два кулачка. Вместимость его где-то около 600-500 мл у среднего человека, потому що у нас є люди менше, більше, естественно, размер желудка буде отличаться у таких людей. Но це просто гигантская копія какого-то желудка, человека, который переедал. Це не про тебе. Це що, не моє? Ніет. Вот, собственно, смотрите. Агрессивний желудочний сок, который раздражає стенки, желудка наблюдается, если ми жуємо жвачку, через два часа после приема пищи. В холостую начинает работать желудок, то есть он опять начинает выделять сок на наше жевание. Здесь утрировано це все показано. Как представлю, что что-то подобное может происходить со стенками нашего желудка, если мы не будем внимательно, серьезно относиться к этому. Это кошмар. Причем я вам хочу сказать, то есть мы все время поддерживаем хроническое раздражение стенок нашего желудка. И это еще ужаснее, потому что люди отдают свои деньги и при этом причиняют подобный вред организму. То же самое могло, к сожалению, случиться и с нашими добровольцами, если бы за ними не наблюдали врачи и вовремя не остановили употребление жевательной резинки. Мы познакомимся с ними и узнаем их впечатление от жевания этой жвачки. Мне интересно, что же все-таки в составе этой жвачки? Я слышала, как продавец говорил, что там есть экстракт какого-то кактуса. В жвачках для похудения заявлены такие активные компоненты. Экстракты ягод Годжи, африканского манго, ягод Асаи, зеленого кофе и горцинии камбоджийской. Продавцы обещают, что эти уникальные компоненты в составе не только помогут похудеть, но и содержат витамины, которые восполнят их недостаток во время диеты, а также укрепят иммунитет. То есть получается, что употребляя жвачку для похудения, нужно еще сидеть на диете? Да. Производители и продавцы, они путают покупателя, обещают похудение без утомительных тренировок и диет, и сразу же говорят о том, что жвачка сделает более легким процесс соблюдения диеты, и что так же неплохо было бы заниматься спортом вместе с жвачкой. Ой, как хитро. Это, видимо, говорят для тех, кто жует и не худеет. Действительно ли все компоненты, которые есть в этой жвательной резинке, обладают такими свойствами, как обещают продавцы? Клинических испытаний, которые бы четко доказывали в доказательной медицине, что они как-то работают и вызывают те эффекты, которые им приписывают, на самом деле научных заключений по этим всем компонентам не существует. Ну, по крайней мере, я нигде об этом не читала. На сайте написано, что клинические испытания были проведены в Российской Академии Медицинских Наук. Мы связались с Российской Академией, и нам ответили, что ничего общего с данной жвачкой они не имеют, и что человек, который указан как исследователь, что такого человека вообще в этом институте нет. Отличненько. Что он сотрудником института не является. Сегодня у нас в гостях Елена, Жанна и Кристина, которые попытались похудеть с помощью жвачки для похудения. Мы уже знаем, что это причинило вред их здоровью. А сейчас мы узнаем, удалось ли им хоть чуть-чуть похудеть. Идите к нам, пожалуйста. Здравствуйте. 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 Спасибо, что пришли. Конечно, то, что мы видели, то, насколько плохо жвачка повлияла на ваш организм, это шокировало. Но при этом вполне понятно, что вы ставили перед собой цель похудеть, и вам интересно, удалось ли этой цели хотя бы частично достичь. У нас есть весы. Вы имеете возможность взвеситься и узнать, изменился ли вес. Елена. До того, как Елена начала употреблять жвачку для похудения, она весила 93,5 килограмма. И сейчас мы узнаем, изменился ли вес Елены за неделю. И вес Елены сейчас 93,5 килограмма. Леночка. Спасибо вам. Жанна до того, как начала употреблять жвачку для похудения, весила 95 килограммов. Прошла неделя. А вес Жанны сейчас 95 килограммов. Тоже вес без изменений. И сейчас Кристина взвесится. Пожалуйста. 123 килограмма был вес Кристины до того, как она начала употреблять жвачку для похудения. А сейчас, спустя неделю, вес Кристины... 123 килограмма. Вес не изменился. Спасибо, Кристина. Что-то не прибавилось. Я понимаю, что радоваться сейчас нечему. Как вы себя чувствуете сейчас? Произошли ли изменения со здоровьем, которые вы ощущаете? Слава Богу, сейчас я чувствую себя нормально. Благо. Это было по наблюдению врачей. Я смогла вовремя остановиться. Это все хорошо закончилось. Так могло, наверное, и язвой закончиться, и больница, и еще хуже. Если зачем. Поэтому, слава Богу, что пока что так. Ну, конечно, было ужасно. Ужасное расстройство, потому что хотелось похудеть, а кроме того, что не похудевшая, я еще и повредила своему здоровью. Это был очень негативный опыт, и не хочется, чтобы его кто-то еще повторил. Жанна, вы как? Я очень разочарована, потому что начала втрачать свое здоровье. И как бы, скажем, не вчасно мы не провели обстежение, например, через тиждень, полтора, я думаю, это уже была бы как-то хроническая у меня хвороба. И вы же потратили еще немало и деньги на эту жевачку, да? Да, да. За свои собственные деньги еще и, скажем так, мы имеем какую-то хворобу. А какие симптомы у вас появились? Особливого дискомфорта не было первые несколько дней, а уже последние два дня у меня так и был легкий дискомфорт. Я просто не придавала цему такого великого значения. Ну, трошки там где-то болит. Ну, бывают такие моменты, так? Но вот, когда уже обстежение я прошла, я поняла, почему у меня начало болеть. Хоть одно обещание, которое давали вам продавцы, когда вы покупали жевачку, выполнено? Есть. Да, свежий подых. За сколько гривен? Ну, майже за 300 гривен. Свежий подых. Да. Дорогое удовольствие. Кристина, как вы себя чувствуете сейчас? Каковы ваши впечатления от этого продукта? Впечатления у меня ужасные. Если Елена и Жанна, они ощущали какой-то дискомфорт, я, когда узнала свои результаты осмотра, я пришла в ужас. Я на самом деле испугалась. И это всего за неделю у меня прошли такие изменения. Я боюсь даже представить, что могло бы быть, если бы я продолжила их жевать. Кристина, а на какой результат вы рассчитывали? Или, может быть, вам обещали какие-то приблизительные цифры? И вы думали, вот, неделя пройдет, а я уже легче на... В неделю я там рассчитывала килограмма три. Хотя бы, да? Хотя бы минимум. Вообще за две недели от семи до десяти килограмм обещали. Мои изважения за неделю теряют три килограмма, тогда, когда они по три тренировки в зале, да, и питаются правильно. Ну, обещали, и всегда надеешься на лучшее, а получилось, как всегда. Вот такой у меня еще вопрос. Если бы эксперимент этот не остановили, вы бы покупали еще и еще жвачку до ожидаемого эффекта? Ну, поскольку у меня в планах достаточно много сбросить веса, наверное, я думаю, меня бы затянуло с этими жвачками. Я так понимаю, что девушкам можно дать совет, который действительно поможет и избавиться от лишних килограммов, и при этом, самое главное, здоровью не навредить, а улучшить его состояние. Конечно. Для того, чтобы худеть, нужно кушать, это я всегда говорю. И поэтому я вам желаю перейти на просто здоровое, дробное питание и заняться спортом. Спасибо. Спасибо вам огромное. Рады были видеть. И я уверена, что если вы будете следовать советам наших экспертов, то вам удастся избавиться от лишних килограммов. А мы в этом вам поможем. Всего хорошего. Спасибо большое. До свидания. Сейчас мы узнаем, какие продукты действительно могут уменьшить чувство голода и помогут улучшить метаболизм. Для того, чтобы снизить аппетит, нужно нормально покушать. Очень хорошо снижает аппетит и наполняет желудок и дает очень много полезных веществ. И селен, который нормализует уровень сахара, и цинк, который укрепляет нашу иммунную систему, и белок, и жиры, и углеводы. Нормальный прием пищи, который состоит из овощей, например, с яйцами, это будет прием пищи, который будет заполнять объем желудка, давать нам очень много полезного и тем самым и снижать уровень аппетита. Я тебя прошу, положи, пожалуйста, продукты на чашу весов, и посмотрим, что перевесит. Жвачка или нормальный прием пищи. Еда тяжелее, чем жвачка. Еда не тяжелее, а лучше. Я хочу сказать, что вот эти мифические витамины и микроэлементы, о которых говорят о том, что они содержатся в жвачке, ну просто мне хочется обратиться к людям. Ну подумайте, какое количество витаминов и микроэлементов может содержаться в жвачке. Нормальный овощной обед, состоящий из овощей и белка, перепелиных яиц, даст нам все полезное. Следующие продукты, которые нормализуют уровень сахара. Дело в том, что мы чувствуем голод, когда у нас падает уровень глюкозы. И самым нормальным способом, например, для того, чтобы поднять немножко уровень глюкозы, яблоко. Если мы, например, его спечем и съедим его, например, с кисломолочным каким-нибудь напитком или с творожком, то мы получим очень много полезного. Корица, она сама по себе еще и мягко нормализует уровень глюкозы в крови. Поэтому нам не надо через 15 минут опять что-нибудь искать для того, чтобы перекусить. Потому что, когда мы пожуем жвачку, ровно через полчаса мы захотим покушать. Какие же продукты помогут нам улучшить метаболизм? Самое большое количество энергии, которое организм тратит на переваривание пищи, он тратит его на белок. Достаточно съедать около 150 граммов белковых продуктов в день, поэтому мясо, как один из источников качественного белка, ускорит обмен веществ. Мясо содержит еще и железо. Дело в том, что без железа не переносится кислород нормально в нашем организме. А снижение поступления кислорода к периферическим тканям снижает уровень обмена веществ. Поэтому, естественно, что мы таким образом сделаем два полезных дела. Повысим содержание железа в нашей крови и нормализуем обменные процессы. Только не съешь мясо, Тарас. Нет, Надя, я себя контролирую. Итак. Красота! Лучше съесть кусочек мяса. И все будет доброе. Привет, Ютуб! Хочешь похудеть? Нажимай подписаться. И тогда мои советы по диетологии ты узнаешь первым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова